Луна – загадочный спутник Земли. Ближайший к нам космический объект, и это совершенно не то, что нам представляется, или совершенно то, что нам не представляется. Хороший рыбак знает о рыбе все, но все же один факт остается непонятным – влияние Луны на клев рыбы. В частности, при ночной ловле на Лима этот фактор был критичен на все 100%. Если ночью на небе светила Луна, то можно было забыть про клев совершенно. Ни одной поклевки не увидишь, кидаешь донки, как в колодец. На Лим просто стоит на месте, съежившись и уткнувшись мордой в дно, как будто в испуге. Но стоит только Луне зайти за горизонт или спрятаться даже за тучу, то начинался клев как ни в чем не бывало. Также клев отменный под мостом или под глухими корягами, куда не проникает лунный свет, хотя она в это время светит. Зимой по последнему льду, когда метровый лед и метровый снег перекрывал доступ света, Налим начинал брать засветло и тоже не обращал внимания на присутствие Луны. Также действует мутная вода по весне. В общем, однозначно было видно, что влияет на Налима именно сам лунный свет. Однако совершенно непонятно, почему Налим так критично, категорично его боится. Тем более обескураживает факт, что свет фонаря или костра Налим как раз наоборот обожает. Причем до одури он просто идет к вам, иногда подходя к самой кромке берега. Поэтому все опытные рыбаки обязательно жгут костер или включают фонарь. И чем сильнее, тем лучше. Совершенно противоположное отношение. Вроде бы и там свет, и тут свет, какая разница от Луны или от фонаря. Совершенно непонятно, какая тайна за всем этим скрывается. Конечно, так реагирует не только Налим, просто есть опыт наблюдения именно за ним. Есть рыболовные календари, которые показывают, что чем ближе к полнолунию, тем хуже клев практически любой рыбы. Но очевидно, что на голую рыбу лунный свет действует сильнее, чем на имеющую зеркально отражающие чешуи. И в принципе вся рыба любит искусственный свет фонаря или костра. В СССР был даже разработан метод без сетевого отлова рыбы на прожекторы. Кто считает, что это просто версия, пусть пройдет и поймает Налима на Луну на открытой воде. Пойдите и поймайте. Также Луна влияет на психику человека. Как показали исследования, самое безмятежное время – это новолуние, а самое тревожное – полнолуние. В полнолунии энергия человека повышается, ему хочется активно двигаться, наблюдается резкое падение успеваемости у школьников. В новолунии происходит подъем успеваемости. Влияние лунного цикла можно наблюдать по статистике МВД. В первых фазах Луны правонарушений мало, а вот в последних, особенно в полнолунии, число преступлений резко возрастает. В народе давно замечено, что в полнолунии обостряются некоторые психические заболевания. Многие легенды, к примеру, об оборотнях родились на почве проблематичных сторон человеческого поведения в полнолунии. Криминальная статистика отмечает рост преступлений, связанных с насилием, именно в этой фазе Луны. Даже самая простая хирургическая операция может осложниться большой кровопотери. Количество дорожно-транспортных происшествий тоже возрастает в полнолунии, а употребление алкоголя может привести в этот период к непредсказуемым последствиям. И поэтому полнолуние считают с одной стороны временем подъема жизненных сил, а с другой – периодом бурных психических завихрений. В общем, все факты показывают, однозначно с Луны идет сильный негатив. И волки воют на Луну не зря. Исходя из этого, Луну можно считать дояркой, высасывающей из всего живого мира жизненную энергию, чего и боится на Лим. В помощь Луне дойкой занимаются, в общем-то, все сферы – массовые сборища, рок-концерты, спортивные состязания, компьютерные игры, эгрегоры религии, политики, науки и так далее, и все это работает на эту цель. Интересное наблюдение, что в больничных стационарах во дворе растут ели. А ель, как считается, собирает на себя энергию страдания. В данном случае она используется как антенна. И тут же вспоминается новогодняя традиция ставить дома елку. Полтора недели выходных выделяются на пьянку и разврат. Видно неспроста. Новогодний сбор жизненной силы – неплохое подспорье. А потом через 9-10 месяцев рождаются недоразвитые и умственно отсталые дети. Почему не через 9? Потому что алкоголь в половых органах задерживается дольше всего – до 25 дней после приема алкогольного отравления. После введения антиалкогольных мер Горбачевым в 1985 году количество рождений недоразвитых детей в СССР уменьшилось в 32 раза. Можно поздравить поколение советских детей 87-88 годов рождения. Это самое здоровое поколение детей в СССР вследствие того, что из очередей в винных магазинах их молодым родителям просто недоставалось алкоголя. Вот эти ужасные очереди и спасли этих детей от вырождения. Неплохой урожай энергии страдания дает война и поэтому регулярно устраивается. Но самый стабильный и мощный источник энергии жути – это легализованный забой животных и убийство детей при абортах. Во-первых, управляющим структурам удалось наркотический яд и сильнейший депрессант мяса – это якобы совершенно безобидный и даже напротив необходимейший продукт питания. Не будем показывать, но все понимают, какой ужас переживают животные при их убийстве на бойне. И представьте, что гормоны ужаса, страха и насилия остаются в мясе, а термической обработки они не боятся, и затем они поглощаются людьми вместе с этим мясом. Конечно, проще, когда убивает кто-то, а не вы, но заказчиком убийства являетесь именно вы, покупая мертвую плоть. Не думаете ли вы, что на вас этой ответственности нет? Кроме того, даже религия признает факт постепенного отрыва души от тела. В этой связи напрашивается вопрос – вам какой свежести мяса больше нравится 9 или 40 дней? Истина о питании тщательно скрывается, потому что люди, живя в полной депрессии, считают, что их обрыдлое состояние есть норма, а настоящее состояние счастья никто даже и не испытывал. В этой же парадигме находится вся трансплантология. Если вам доведется получить трансплантированный орган погибшего человека, то пока этот орган не умрет вместе с вами, душа погибшего человека не сможет оторваться от этого искусственно поддерживаемого в живом состоянии органа. И вам придется пачками глотать иммунодепрессанты для ослабления попыток этой души уничтожить этот орган, чтобы обрести свободу. А также придется делиться своей энергетикой с этой многострадальной душой. Ей тоже за счет чего-то жить надо. Ну и стоит приготовиться стать частично тем погибшим человеком. Вот житель Краснодара Семен Гендлер получил печень негра и в результате его кожа стала темнеть. Страшно подумать, что бы с ним случилось, получи он печень животного. Об этом в далеком 1925 году Михаил Булгаков написал фантастическую повесть «Собачье сердце». И эта идея была взята не с потолка. Фильм по одноименному роману все вы видели. Во-вторых, в медицине нерожденный ребенок не считается человеком, а лишь неким плодом, который во время аборта можно просто разорвать на части. А вот многие люди четко помнят себя в утробе матери даже на той стадии развития, когда были размером не более двух сантиметров. И можно с уверенностью сказать, что как личность уже тогда они были сформированы. В России ежегодно проводится до 700 тысяч абортов. Как вам перспектива при следующей реинкарнации быть разорванным на части в утробе непутевой матери при попустительстве недоразвитого общества? Интересно, каким же все-таки образом негативная энергия Луны достигает нашей планеты? И к тому же в разной пропорции в зависимости от фаз? Видимо, тут роль играет Солнце, так как в полнолунии свет Солнца бьет по Луне прямо в торец и, захватывая лунную энергию, отражается прямо на нашу планету. Если Луна находится в фазе, когда Солнце бьет сбоку, то и основной поток уходит в сторону. Есть еще, правда, версия, что Луна светит своим собственным светом, причем эта подсветка не особо точно изображает тень от лучей Солнца. Тень показывает, как источник света где-то в стороне от Солнца. Это легко можно увидеть, когда на небосводе Луна и Солнце видны одновременно. Все это ученые объясняют преломлением атмосферы, но они много чего объясняют, что никак потом не подтверждается. Информацию о тлетворном влиянии лунного света на человека подтверждает русский ученый Георгий Лоховский, который исследовал в начале 20 века воздействие различных электромагнитных волн на живые организмы. В числе других опытов он пытался проследить процессы влияния Луны на клеточном уровне, используя следующие опыты. Им брались бактерии колебазилу, с которой в определенном количестве колоний помещались в 1 литр воды. После 24 часов размножения проводилось очищение воды с помощью серебряных спиралей, которая также длилась 24 часа. Далее вода фильтровалась и подсчитывалось количество колоний бактерий. Данные опыты проводились множество раз в различные дни и в разные месяцы. Результаты сопоставлялись с фазами Луны. Эти опыты выявили следующую закономерность. В период возрастания молодой Луны к полнолунию процесс очищения серебром от бактерий затруднялся до такой степени, что в районе нескольких дней до и после полнолуния очищение не только не происходило, а даже количество колоний бактерий увеличивалось. В период после полнолуния очистительность процесса происходили легче, пик которых приходился на новолуние. Из данного факта следует вывод, что Луна оказывает разлагающее тлетворное действие на биообъекты на Земле. Конечно, можно сказать, что Луна – это база зла, и человечество однажды решит разбомбить ее термоядерными ракетами, как, возможно, это уже происходило с Луной Лели или Фатой. Но есть способ гораздо эффективнее и надежнее. И не надо заниматься никакими бомбометаниями. Просто перестаньте пить алкоголь, есть мясо, смотреть разлагающие передачи по телевизору, болеть за Спартак, ездить на машине и кормить все остальные эгрегоры. И тогда те, кто питаются нашей жизненной силой, просто обесточатся и передохнут. И тогда Налим наконец перестанет бояться Луны.